Константин Чит ТХ4 Часть 2 Озвучено проводником при поддержке спонсоров пересадочной станции и напитка Изониум Проходи, раздевайся Стоило мне появиться в дверях лаборатории, как Оля тут же принялась раздавать указания Сначала на кушетку сделаем УЗИ, потом анализ крови, потом пункцию Встать за ширму, расстегнуть пуговицы, снять рубаху и лечь спиной на кушетку заняло от силы пару минут Дождавшись, пока девушка намажет холодным гелем мой живот и начнет водить по нему прибором Я невольно задумался о том, как лучше начать неприятный разговор В голову, как назло, ничего не приходило, так что и последующая процедура забора крови прошла штатно Что с рукой? Обратив внимание на бинт, Ольга, не дожидаясь ответа, предложила Кто же так заматывает? Сейчас перевяжу Не опасаясь вопросов, я спокойно наблюдал за тем, как девушка берет ножницы и отстригает бинт Размотав криво намотанные слои, она на какое-то время замерла После чего посмотрела на меня с удивлением Сообразив, что что-то не так, я опустил свой взгляд на запястье Там, где еще час назад были глубокие царапины, сейчас на коже ничего не было Наговор делал? Предположила Оля, так как других разумных объяснений, зачем нужно наматывать на руку повязку, в ее голову не приходило Народная медицина Я не стал опровергать вполне рабочую версию для верности посетовав на отсутствие результата Один хер не помогло Как весил 200 килограммов, так и вешу Кстати, пришедшая в голову девушка идея вытеснила странности, связанные с повязкой Давай я еще и твой вес буду измерять Знаешь, дополнительный параметр при корреляции биполярных данных в расчетах не помешает Оль, я больше не смогу к тебе приходить Сочтя момент более чем удачным, я решился на давно откладываемый разговор Жаль, ну ладно Расстроившись, девушка опустила глаза, но справившись с собой, вновь посмотрела на меня Спасибо, что так долго приходил, все, с кем мне удавалось договориться, дольше пары месяцев не выдерживали А что так? Несколько обескураженный тем, что оказывается был не единственным волонтером, поинтересовался я Ну, люди, как правило, хотят получить результат уже сейчас Встав со стула и убирая в стеклянный шкаф пробирку с кровью, пояснила Ольга Но чтобы разработать новое лекарство, нужны годы и годы исследований целой группы ученых На что же ты тогда рассчитываешь? Недоумевая, зачем ей тогда все это нужно, спросил я Рассчитываю на математику? Непонятно, ответила девушка После чего с недемонстрируемым ни разу до этого момента энтузиазмом продолжила Традиционные методы исследования не подразумевают построение математических моделей Компьютеры используются только как средство хранения данных Максимум, на который хватило гибкости мышления замшелых профессоров Так это на признание достоверным сравнительного анализа данных Которые, в свою очередь, получаются исключительно натуралистическим путем О том, чтобы создать математическую модель среды обитания микроорганизмов И проводить исследования, лишь меняя заданные условия, никто даже думать не хочет Зачем же тогда тебе генматериал, если все исследования можно проводить в виртуальности? Отлично поняв, что она имела в виду, удивился я Затем, что проверка полученных выводов требует проведения опытов И для этого все-таки требуется иметь хоть какой-то минимум Который, кстати, я и получаю, делаю пункцию жировых тканей Под конец фразы Ольга вспомнила, что я отказался ей помогать И сникла Последний раз, извини Подставляя левую ногу, из которой сегодня по оговоренному ранее плану Должна была быть взята пункция, со вздохом произнес я Спасибо, Юра Сделав дело, девушка отложила в сторону инструмент и грустно улыбнулась Прощай! Встав с кресла, кивнул я Дорога от автобусной остановки до дома пролегала через спортивную площадку Проходя мимо турников, я невольно покосился на спортивные снаряды и поморщился Сначала в школе, теперь и в институте урок физкультуры был самым дискомфортным для меня предметом Испытав иррациональную злость за доставшееся от рождения тело, я подошел к перекладине и решительно подпрыгнул вверх Ухватиться пальцами за железную трубу получилось первого раза, но это оказалось моим единственным достижением Десять секунд, в течение которых я висел на перекладине, полностью лишили мои руки силы Более того, на внутренней стороне ладони выступил пот Пальцы заскользили и я не смог удержаться, едва не упав на землю Жирный, ты че там делал? Турник что ли ломал, а? Из припаркованной у тротуара семерки жигулей раздались сдавленные смешки Пара парней, сидящих в салоне авто, курила, выпуская в приоткрытые окна густые клубы дыма Отвечать что-либо не имело смысла, так что я лишь махнул рукой, двинувшись к своему подъезду Дома все было по-старому Интерфейс так и не закончившейся установки офис продолжал светиться на экране компьютера Кнув мышкой в иконку пустого окна лицензионного соглашения, я направился на кухню Урчавший всю дорогу до дома живот напоминал о пропущенном времени обеда Занявшись разогреванием супа, куриных котлет и овощей Я параллельно думал о том, что сказать Никиф Никифычу по поводу утраты браслета Поглощение обеда помогло немного абстрагироваться от проблемы и решение пришло в голову само собой Выслушав мой сбивчивый монолог, раздался возмущенный голос телефонной трубки Зачем ты его вообще с собой на рынок таскал? Ну, Никифор Никифорович, ну кто знал-то? По новой начал я оправдываться Двенадцать тысяч принесешь, это тебе стоимость Я тебе в убыток работать не собираюсь Поняв, что ничего путного от меня больше не услышат, мужчина повесил трубку Ну, хоть не двадцать Произнес я, кладя телефон на стол До следующего воскресенья оставалось еще четыре дня Времени, чтобы обдумать правдоподобные детали мнимого нападения на меня таджиками Было более чем достаточно Говорит Никиф Никифычу, что я нашел способ активации браслета А также то, что вес моего тела уменьшился на целых два килограмма всего за один день Мне очень и очень не хотелось Более того, я хотел убедиться, что все закончилось Для чего следовало дождаться завтрашнего утра и встать на весы Дерьмо! Разглядывая показания весов, я невольно почесал рукой короткостриженный затылок Мое тело скинуло еще два килограмма И это при том, что браслета на моей руке больше не было Бросив взгляд на запястье, я в который раз подумал о странностях Связанных с полностью зажившими царапинами Что-то тревожное, находящееся еще лишь на уровне подсознания Нагнетало обстановку и нервировало Звонок мобильного телефона, прозвучавший в тишине квартиры, заставил вздрогнуть «Привет!» Взяв телефон, произнес я «Юра, привет! Нам надо срочно встретиться!» Голос девушки звенел радостью и нетерпением «Я же сказал, что больше не приду!» Не понимая, от чего ей надо, нахмурился я «У меня получилось, ты понимаешь? У меня все получилось!» «Тебе необходимо за мной встретиться!» Не слыша меня, тараторила Ольга «Что? Что у тебя получилось?» Мысли о проблемах стремительно материализовались «Это не телефонный разговор! Приезжай в лабораторию!» Выдала она и прервала связь «Дерьмо!» Как и пять минут до этого, произнес я ругательство в полный голос Сегодня в коридорах роддома было многолюдно и шумно Снующие туда-сюда беременные женщины и работницы в белых халатах Посматривали на мою грузную фигуру с раздражением и неприязнью Впрочем, возвышаясь над всеми почти на целую голову Я осмотрел поверх, не встречаясь ни с кем взглядом «Так, пошли со мной!» Стоило мне заглянуть в лабораторию, как сидевшая до этого за микроскопом Девушка подскочила с места и устремилась на выход «Давай, давай! Я с Мартой Павловной уже договорилась!» Названной по имени и отчеству оказалась женщина в годах Я бы даже сказал «сильно в годах» Так как брюзжать, подобно кастрюле с плохо прилаженной крышкой Могут только очень пожилые люди Впрочем, терзать мой слух у женщины долго не получилось Оказавшись внутри капсулы, по-другому данное сооружение назвать было трудно Я оказался в полной тишине «Юра, слышишь меня?» Раздался слегка искаженный электронной техникой голос «Это я, Ольга» В течение минуты оставшаяся снаружи девушка ответила на мои невысказанные вопросы Обрисовав вкратце то, где я очутился Оказалось, что капсулообразным сооружением является барокамера для роженец Единственная, кстати, на весь город Упомянутая вскользь фразы про выравнивание давления в чреве беременной женщины и окружающей среды Показалось Ольге достаточным, чтобы пояснить назначение данного агрегата Впрочем, она явно торопилась и не собиралась заниматься моим просвещением по данному вопросу «Значит так, все, что тебе нужно, это потерпеть немного, пока я не возьму функции при различных параметрах давления» Напоследок услышал я, после чего на меня навалилась тяжесть, а уши заложило Сколько длилась экзекуция, я точно не определил Но не менее четверти часа точно Выбираясь из барокамеры, я чувствовал себя довольно паршиво Глаза от чего-то чесались, а слух так и не появился В дополнение ко всему, участки кожи, подвергающиеся прокалыванию, нещадно чесались В отличие от прошлых раз, когда у меня брали пункцию Иглы барокамеры оказались куда толще и тупее Неожиданно услышал я Хоть я и повернулся лицом к разговаривающим Услышать дальше, что думают женщине друг от други не смог Слух как неожиданно появился, так же неожиданно и пропал Читать по губам я никогда не умел А эмоциональные жесты, сопровождающие диалог молодой и старой женщины Были малоинформативными Постояв пару минут, я дождался, пока меня взяли за рукав И отбуксировали из ставшего неприветливым кабинета назад в лабораторию Зайдя вслед за мной, Оля жестом предложила присесть на кушетку Тогда как сама уселась за один из компьютеров Что она там делала, мне не было видно Но судя по тому, как девушка хмурилась Полученные результаты ей не очень нравились Слабость, испытываемая после барокамеры, сошла Вернувшийся слух так же не мог не радовать Понаблюдав еще какое-то время за Ольгой Я подавил себе желание немедленно уйти Что бы она обо мне не думала Ответы на вопросы за сегодняшнее издевательство над собой Я явно заслужил Ольга, я тебя слушаю Произнес я и, не дождавшись реакции, повысил голос Ольга, ты сказала, что надо поговорить И судя по всему, это тебе надо, а не мне Да, да, секундочку Не отрывая взгляда от монитора, кивнула она Вместо обещанной секундочки прошло еще минут десять По истечению которых я решил на все плюнуть Встать с кушетки и дойти до выхода из лаборатории Мне никто не помешал Однако стоило взяться за ручку двери Как произнесенные в спину слова заставили остановиться Юра, помнишь, я тебе говорила, что использую генматериал Для проверки результатов математических моделей? Услышал я Взятая вчера у тебя пункция дала положительный результат Наведенный мной препарат И я решила, что все получилось Но сегодня, взяв новые образцы, я вижу тот же самый результат Но ведь я еще не воздействовала на твои ткани Я как стоял, так и замер на месте По отдельности, произносимые девчачьим голосом слова были понятны Но в составе предложения они утрачивали смысл Повернувшийся, встретился взглядом с повернувшейся ко мне девушкой Какой результат? Что значит тот же самый результат? Мое сознание пребывало в замешательстве Так что уточняющий вопрос прозвучал неуверенно Правильно истолковав мое состояние, Ольга встала со своего места И переместила меня назад на кушетку Я не сопротивлялся, дожидаясь, пока она соберется с мыслями И ответит на заданный вопрос Девушка не торопилась, так же присев рядом Она помедлила, набираясь решимости «То есть как у джедаев, да? Медиахлорианы, значит, да? Ты что, дура? Кино пересмотрелось?» После того, как Оля все же высказалась вслух, вспылил я Впрочем, единственной реакцией на повышение моего голоса Стали ее ускорившиеся попытки дать сбивчивые объяснения Чем дольше я ее слушал, тем больше испытывал желание немедленно уйти Но я пересилил самого себя и остался на месте Так как было не похоже, что девушка шутит «Ты пойми, на нашей планете такое количество всевозможных форм жизни Что изучить все виды не сможет никто и никогда» Продолжала увещевать Ольга «Даже в мире насекомых каждый год находят неизвестные ранее образцы Так стоит ли удивляться, что в микробиологии данный показатель в сотни раз выше?» «Выводи немедленно это из моего организма!» Безапелляционно заявил я «Не могу!» Отрицательно качнув головой, отказалась она «Почему это?» Не ожидая такой категоричности, я даже опешил «Я не знаю, как это попало к тебе в организм И не уверена, как с этим бороться» Пояснила свою позицию Ольга, после чего неуверенно улыбнулась «Ну, а тебе не надо от них избавляться! Вчерашние тесты показали просто невероятные результаты!» «Какие еще результаты?» Чуть ли не гаркнул я «Мидихлорианы! Они работают!» Став еще сильнее улыбаться, заявила она «Так, давай сразу договоримся, это никакие не мидихлорианы!» Беря себя в руки, я смог справиться с голосом и начать говорить нормальным тоном «Новым бактериям дает название их первооткрыватель, да?» «Вот и придумай для этого нормальное название!» «Мидихлорианы!» «Мидии!» «Мидии!» «Тогда уж пусть будут хламидии!» Кивнул я, тоже решив пошутить «Не, с этим тебе к венерологу!» Поддержав шутку, Оля вновь рассмеялась «Имевшееся ранее между нами напряжение после взаимного смеха прошло, оставив вполне доброжелательный настрой» Попросив Олю подробно рассказать о проделанных ею вчера тестах, я задумался, после чего наконец-то смог сформировать витающую в голове мысль «То есть эти микроорганизмы живут в крови и расщепляют жировые клетки?» Уточнил я «Не только! ТХ4 воздействует на любую органику!» Поправила она меня и, видя мое недоумение, пояснила «Я дала им название ТХ4 по номеру тестового прогона» «Ясно!» Кивнул я и задал следующий корявый вопрос, испытывая сложность из-за незнания специфической терминологии «А что является отходами производства этих ТХ-хатых микробов?» «Могу только предположить!» Пожала плечами Оля «И каковы твои предположения?» Чуть поднажал я «Популяция!» Перестав улыбаться, нехотя произнесла Ольга «Популяция — это размножение?» «Надеюсь, что неправильно ее понял, обеспокоился я» «Да!» Подтвердила она и продолжила «Один из базовых принципов любых микроорганизмов — это размножение, и я не думаю, что это ТХ4 исключение исправил» «Так это что же? Через какое-то время во мне этого будет столько, что от тела ничего не останется?» Стараясь не паниковать, выдавил я из себя «Нет, ты тут не утрируй!» Оля вновь улыбнулась «Еще один постулат, который ты не мог знать, но он есть, гласит, что при достижении критической массы микроорганизмы перестают размножаться» «Критической? От одного слова «критической» мое воображение дорисовало более чем неприглядную картину, шевелящегося нечто по всему объему моего тела «Критической» называют величину, после которой происходит ослабление носителя «Оценив мой затравленный взгляд, Ольга вздохнула и перешла на более понятный язык» «Как только пищи станет недостаточно для размножения, часть микроорганизмов умрет, выравнивая баланс между численностью колоний и пополнением доступной энергии» Решив, что под пополнением энергии девушка подразумевает процесс потребления человеком белков, жиров и углеводов, я не стал переспрашивать и уточнять «Кстати, что значит умирают при достижении критической массы? Превращаются в маленькие трупики, что ли?» «Никогда ранее не интересуясь жизнью микроорганизмов, меня впервые заинтересовал вопрос о том, как они выводятся из организма» «Нет, конечно» Ольга вновь улыбнулась, оценив мою шутку Переходящие в латентное состояние микроорганизмы становятся обычной органикой Те клетки тела, рядом с которыми оказались в момент так называемой смерти микроорганизмы, получают выделившуюся энергию и полностью поглощают ее На этом основаны принципы восстановления поврежденных тканей Человеческие организмы сам умеют регенерировать Но с такой помощью это происходит в несколько сотен раз быстрее Представив себе, как умирающие микроорганизмы вспихивают маленькими сверхновыми и поглощаются здоровыми тканями, в результате чего происходит восстановление пораженных участков тела Я невольно восхитился достигнутыми успехами в медицине Попытавшись припомнить, попадалось ли мне что-нибудь из данной в области в сети или по телевизору Я не смог вспомнить ни одного упоминания по этому поводу А что этим наиболее успешно лечат? Решив не сознаваться в слабой эрудированности по данному вопросу, завуалированно спросил я Из разъяснений Ольги я узнал, что данный принцип был открыт еще в начале нашего века Впрочем, революции данное открытие не сделало так как различные микроорганизмы достигали своей критической массы в телах разных людей по-разному И что более важно, переходили в состояние латентности зачастую совсем не там где требовался процесс регенерации тканей Образец штамма, позволивший свое время обосновать данное научное заявление был выкуплен и запатентован в единоличное пользование некой швейцарской клиникой Микроорганизмы, чистоту колонии которой, вот уже которые десяток лет поддерживают своей лаборатории владельцы успешно используют для лечения раковых опухолей головного мозга А зачем нужно было использовать барокамеру? Ты же раньше и без нее справлялась Вспомнив сегодняшнюю экзекуцию, я постарался отлечься от мыслей об обнаруженных во мне микробах и том, что они делают внутри моего тела Создавая напряжение в слоях жировых тканей различной интенсивности я добивалась ускорения процесса деления низших форм на клеточном уровне Как по писаному выдала Ольга К сожалению, полученные пункции никак не отличаются друг от друга То есть я зря терпел? Не смог сдержать я своей извительности Ну извини! На мои слова девушка слегка обиделась В этот момент дверь в помещение лаборатории распахнулась и какая-то тетка стремительно вошла внутрь Заметив мою персону, она чуть не споткнулась после чего запахнула полы своего белого халата Никифорова, ты совсем что ли? Она с возмущением громогласно выдала длиннющую фразу о нравах современной молодежи Я позвоню! Смущенный от услышанного свой адрес Ольга вытолкнула меня в коридор Оглушенный и слегка растерянный я помялся под дверью после чего решил идти домой В конце концов девушка ничем мне не могла помочь и как избавиться от найденных ею в моем теле микроорганизмов еще предстояло придумать Идти до дому было от силы минут сорок быстрым шагом Затянувшие все небо облака скрыли летнее солнце Температура воздуха была более чем комфортной и я снизил шаг осознавая, что спешить мне некуда Потерев правой ладонью запястья левой руки я опять вспомнил о заживших в течение часа царапинах По всему получалось, что эти ТХ4 как назвала их Оля не только уменьшили мой вес но и восстановили эпидермис Стоп! Я же начал худеть, когда активировал китайский браслет! Собрав кучу все факты до меня дошло, что виновником проникновения в мое тело колонии микробов может являться только гаджет Продолжая размышлять, я пришел к выводу что каким-то образом браслет запускал в тело носителя данный штамм после чего контролировал процесс размножения Только вот в моем случае это уже не имело значения Так как я мало того, что незаконно активировал гаджет так еще и избавился от устройства лишив себя возможности контролировать микроорганизмы Интересно, как китайцам удалось вывести этот штамм? А еще как микроорганизмы могли находиться в браслете? Он ведь из металла! И этот медицинский центр, управляющий устройствами через сигнал Wi-Fi Размышления о скрывшихся возможностях гаджета вполне соответствовали уровню технологии нитинол и получению энергии за разность температур внешней и внутренней поверхности браслета Параллельно с этим я мечтал о том, как вскоре похудею при этом не особо напрягаясь Оставалось, правда, неясным, как остановить процесс размножения микроорганизмов так как аппаратного метода воздействия на штамм у меня не было Надеяться на то, что момент набора критической массы совпадет с моментом когда я похудею до ожидаемого значения от чего-то не приходилось Впрочем, у меня еще было время на то, чтобы во всем разобраться имея 200 килограмм массы До желаемых 140 оставалось еще целых 60 кило По 2 килограмма в день и того 30 дней Оптимистично прикинул я Позвонившая на мобильник бабушка застала момент моего хорошего настроения и я проболтал с ней всю дорогу до дома Прикольно иметь двух бабушек Убирая в карман трубку, в который раз порадовался я Подкидывающие на жизнь бабули полностью покрывали мои текущие расходы Родители, правда, это не приветствовали считая, что оставив мне однокомнатную квартиру после того, как сами переехали в трешку свой долг перед сыном они полностью исполнили Пришедшая СМСка проинформировала о пополнении моего счета Завтра следовало зайти в банк и снять 1015 12, как ни крути, придется вернуть Никиф Никифычу Но оставшихся рублей хватит на то, чтобы сходить в магазин и пополнить запасы холодильника Голос позвонивший ближе к вечеру Ольги звенел от нетерпения Да, валяясь на диване, я нехотя посмотрел через окно на едва начавшее темнеть к вечеру небо Давай в кафе посидим Девушка взяла инициативу в свои руки Ну, хорошо, а где именно? Нехотя согласился я, с кряхтением принимая сидячую позу На пересечении космонавтов и тропейных через полчаса Объяснила Оля перед тем, как разорвать соединение Ох-ху-ху! По привычке, появившейся у меня за время жизни в одиночестве вслух выдохнул я На улице оказалось многолюдно Складывалось ощущение, что все те, кто работал днем вечером решили выйти прогуляться Лавируя между прохожих, я невольно торопился До назначенного с девушкой срока оставалось не так уж и много времени А че это я? Поймав себя на том, что разве что не бегу Мысленно возмутился я Это ей надо, вот пусть и ждет После этого вечернее движение по тротуарам города Стало доставлять мне куда большее удовольствие Совсем расслабившись и слившись толпой Я, кажется, даже понял, что именно забыли на улице все те люди Что встретились мне за сегодняшний вечер Я смотрю, тебе не очень-то и надо? Скрестив руки на груди, недовольно произнесла Оля Я этого и не скрывал Усаживаясь напротив нее за столик Кивнул я в знак приветствия и согласия Может мне уйти? Еще раз попыталась надавить на меня девушка Иди Взяв в руки ламинированное меню, я принялся его изучать Ознакомившись с ассортиментом и ценами Я обернулся в поисках официанта Невзрачная девчушка Тут же подошла к нашему столику Доставая на ходу блокнот и ручку Сливочное мороженое, три шарика Решив устроить сегодня себе праздник, заказал я А мне, передумавшая уходить, подала голос Олька У меня денег нет Перебил ее я, решив сразу расставить все по своим местам Сливочное мороженое Повторила мой заказ официантка и не дождавшись возражений отошла в сторону кухни Ольга вновь скрестила руки на груди, всем своим видом показывая свое ко мне отношение Мне было на это абсолютно пофигу Повернувшись к окну, я смотрел на проезжающие по дороге машины и идущих по тротуару людей Что, так и будешь сидеть? Не выдержала она Зачем тогда вообще пришел? Сказать мне на ее слова было нечего Вернее, я мог бы сказать, что действительно думаю Но после этого Оля точно бы встала и ушла Глянув еще раз на девушку, я почувствовал, что мне оказывается приятно с ней сидеть за одним столиком Продолжив прислушиваться к себе, я понял, что не хочу остаться один Как по заказу появилась официантка, неся на подносе заказ мороженым Держи, это тебе Пододвинув вазочку к Ольге, я тяжело вздохнул для большей достоверности Я же толстый, мне мороженое нельзя, а денег и вправду немного Решил сам заказать, чтобы не оказаться потом неплатежеспособным Ты, наверное, не часто с девушками в кафе ходишь? Помолчав какое-то время, утвердительно спросила Оля Ты первая девушка, с которой я в кафе тет-а-тет сижу Вообще первая Ни в школе, ни в институте, ни разу Как-то так Пожав плечами, я вновь отвернулся к окну Выходящего на тротуар и проезжую часть дороги Ответа на свои слова я не дождался Ольга молча встала и ушла Я не стал поворачиваться и смотреть ей в спину Настроение стремительно начало портиться И я почти собрался уходить, как она неожиданно вернулась Вот! Продемонстрировав вторую ложку, за которой, судя по всему, и ходила Девушка улыбнулась Давай напополам мороженое съедим Теперь тебе можно, я это как врач говорю Несмотря на то, что я старался не сильно зачерпывать Мороженое закончилось на удивление быстро За последний кусочек мы даже устроили небольшое сражение ложками на дне вазочки Впрочем, победа девушки была ожидаема При этом мы оба испытали удовлетворение от подобного результата Спрашивай! Явно подобрев и став более благодушной, предложила Ольга Как именно ты вычислила этих микробов? Задал я оставшийся неозвученным с предыдущей встречи вопрос Сама же говоришь, что в организме человека их миллионы Я микробиолог Взятый у тебя генматериал позволил провести несколько измерений И, не дождавшись очевидного для нее вопроса, объяснила более подробно Математическая модель, помнишь, я говорила? Достаточно ввести 42 параметра для достоверной работы расчетного модуля И по стабилизировавшимся коэффициентам вычислить классификационные и домы Сделав вид, что мне все понятно, я кивнул и улыбнулся Неожиданно наше общение прервала официантка, принеся счет Я слегка растерялся, так как не собирался так рано покидать кафе Заметившая мое замешательство, Оля улыбнулась и пояснила настойчивость местного персонала Я попросил рассчитать, поедем лучше пройдемся, такая погода Озвучила она свою позицию Давай Согласился я, мысленно скривившись Так как длительные пешие прогулки стояли на втором месте после бега В списке моих самых нелюбимых занятий Заплатив, я встал из-за стола Ольга уже была на пути к выходу из кафе, тактично оставив меня одного Официантка, которая и до этого посматривала на меня с плохо скрываемым презрением Получила подтверждение своему обо мне мнению, не получив на чай Оль, после того, как мы минут пять молча прошли по вечернему тротуару Я наконец-то придумал тему для разговора А ты где училась? В мединституте, а потом год проходила интернатуру при кафедре микробиологии Не слишком обрадовавшись вопросу, тем не менее ответила девушка По специальности не получилось устроиться? Предположил я, так как сейчас девушка работала лаборанткой в роддоме Почему ты так решил? Вяло удивилась она Я сейчас как раз по профилю работаю, исследую анализы на предмет микроорганизмов Странно Решив расшевелить девушку, я постарался сбить ее с мысли Ты же не толстая Ты это к чему? Слегка притормозив, Оля посмотрела в мою сторону Ну ты же ищешь лекарство для толстых Улыбнулся я А это? Улыбнувшись в ответ, она наконец-то расслабилась Рассказав о том, что ее планы в исследованиях не ограничиваются толстыми людьми Оля добавила, что работать жировыми тканями легче всего из-за их доступности Узнав, что это всего лишь первый этап в ее жизненном плане Я похвалил девушку, обозвав Наполеоном в юбке Получив дружеский тычок, я не стал распускать руки Так как не знал, как она на это отреагирует Продолжив прогулку, Ольга рассказала несколько забавных историй из периода своей студенческой жизни Я не остался в долгу и тоже как мог поддерживал разговор Через полчаса мы оказались на трамвайном кольце Пройти мимо имеющейся здесь остановки общественного транспорта я не смог Посидим, с одышкой предложил я Давай, согласилась Ольга, после чего уселась со мной рядом И что теперь? Не желая нарушать идиллию вечера, тем не менее спросил я Не знаю, прозвучал ответ Ты о чем? Уточнил я А ты? Последовал ответ Посмотрев друг на друга, мы улыбнулись После чего вновь уставились на темнеющее небо Затянувшееся молчание меня нисколько не тяготило Стоял летний вечер Рядом со мной сидела симпатичная девушка И у меня было хорошее настроение Слушай, а ты сам-то что по этому поводу думаешь? Спустя пару минут молчания Оля задала провокационный вопрос Откуда в твоем теле могли появиться эти микроорганизмы? Выдавил я из себя После чего ухватился за предложенной девушкой еще в лаборатории вариант Я на той неделе в деревеньку ездил к бабке одной А-а-а Вспомнив повязку на моей руке, Ольга все же уточнила Когда наговор делал? Ну да Соврав малости, дальше врать было легче Бабка мне еще какой-то горький отвар давала На карте покажи, где она живет Девушка суетливо полезла в свою сумочку за смартфоном Нет Как можно тверже отказался я Почему? Замерев, Оля с удивлением повернулась в мою сторону Как видишь, бабкин наговор помог, я худею Стараясь быть логичным, неспешно ответил я Значит, и в остальном к ее словам и предупреждениям стоит относиться серьезно Предупреждением? Вычленив главное слово, она выразительно вздернула брови вверх Сказала, что к ней приходят только те, кто сами ее находят Водить нельзя, иначе худо будет Совсем забравшись, кое-как отговорился я Ну ты же по-любому через интернет искал? Не став настаивать, Оля включила передачу данных И принялась увлеченно тыкать пальцем в экран В наступивших сумерках экран телефона освещал ее лицо мертвенным светом Переведя свой взгляд на крыши домов, я отметил проступившие на небе звезды К ночи стало прохладно Глядя еще раз на Ольгу, отметил короткий подол и тонкую ткань, надетого на девушку платье Пойдем, поздно уже, я от тебя провожу Предложил я Не надо, меня довезут Не отрываясь взглядом от экрана, отказалась она Кто? Не понял я А? Да, так Сообразив, что сболтнуло лишнее, Оля выпрямилась, отложив телефон Кто довезет? Я продолжил не понимать Юра, ты хороший парень Положив свою ладонь на мое колено, сказала она и выдавила дежурную улыбку Посмотрев по сторонам, я заметил белую Тойоту, припаркованную метрах ста от остановки Пока мы гуляли, я ни разу не обратил внимание на эту машину Стоило девушке встать и махнуть рукой, как у автомобиля включились фары и заработал мотор Рассмотреть, кто сидел за рулем, никак не получалось Но даже если это был не ее парень, а отец, подобного я не ожидал и находился в подавленном состоянии Габаритные огни, отъехавшие от остановки Тойоты, болезненно резанули по глазам Посидев какое-то время в одиночестве, я достал мобильник и раскрыл сетевое приложение поиска Ведя запрос на имя Никифорова Ольга, я получил более 30 тысяч ссылок Полистав список, я передумал заниматься выяснением вопроса, кто такая и чем живет только что уехавшая девушка Отложив все вопросы на завтра Дорога до дому заняла почти два часа Устав и вымотавшись, я пренебрег вечерним мационам гигиенических процедур Пообещав себе с утра сделать это особенно качественно Завалившись спать, я сразу же провалился в сон, на утро не вспомнив ни одного сновидения С возвращением в реальность Если вам понравилось наше путешествие в мир киберпанка То обязательно поставьте лайк, напишите комментарий и поделитесь этим видео в социальных сетях Ну а если вы хотите отправиться дальше, то просто выберите одну из иконок на экране И как всегда, до встречи в следующих мирах Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok